Такая красота у нас в Нарве. Просто на бережку сижу загораю. Очень красиво. Уточки, уточки были. Только они подальше чуть-чуть уплыли. Как бы я их может испугала немножко. Красиво. Очень люблю я Нарву. Очень люблю вот это место. Тут под Ивой такой сижу. Тоже такая древняя Ива красивая. Народ загорает. Купается. Чаечка прилетела. Чаечки ловят рыбок. Вон впереди этот мост знаменитый. И там как пороги сечения усиливаются. И там много чаечек летает. Значит, там рыбки много. Очень много рыбаков по берегам стоит. Ловят зубку. О! Летают. За рыбкой охотятся. Оп! О, сколько их там. Там, видимо, рыбки много. Вот рыбки, про которые я вам говорила, что мы не знаем. Это рыбка эстонская или русская. И чаечки не знаю, чью они рыбку ловят. Так. Очень красиво. Ой, а что это там плещется такое? Это чайка ныряет, что ли, или рыба плещется. Видели? Блин, прям плещется что-то. Ну-ка. Сейчас. Вот тут что-то плескалось такое огромное. Типа рыба. Или это вот эта чайка ныряла. Вон. А, ну чаечки вроде там ныряют. А, или собачка вообще. Не знаю. Ну, в общем, вот такая красота. А, уточки. А, смотрите, какое течение мощное. Сейчас я уточек поймаю. Вот. Они против течения грибут, а течение мощное-примощное. Сейчас. Прям лапками против течения грибут. Уточки мои. Так, это моя тень. Классно вообще, суперски. Так красиво. Ой, такой шмель какой-то. О, большой полосатый мух на меня нападает. Ай. Станя, я видео снимаю. Очень красиво. Очень красиво. Такая погода. 26 градусов. А сейчас уже 16.52. Отлично просто. Ну что, лапочки вас сносят? Ха-ха-ха-ха. Вон они сносят их, а они лапками грибут. Да, тут купаться-то так себе. Вон, мимо этого камушка поплыли. Купаться здесь. Рыбак тоже с этой судочкой прошел. Все, я сейчас буду тут загорать, читать. Всем хорошего вечера. А, ну да, вот наш знаменитый мост. Ой, какая крепость красивая. И понимаете, на видео это все не передается. Эти крепости, они такие грандиозные, такие величественные. О, рыбак. Раз и закинул. Сейчас он будет пробовать. Ну-ка, а давайте посмотрим. Может, он рыбку поймает? А-а-а, и сразу соперницы чайки прилетели. Такие, типа, кто на нашу территорию тут закидывает удочку. Ну, а вот это мост знаменитый, на который сейчас все стремятся. Она охраняет свою ловлю. Вот он начал закидывать удочку. Они сразу активизировались. Это у них тут рыбная заводь такая. Которую они охраняют. Чаечки. Молодцы. Ну, что скажешь, чаечка. Мя-мя-мя. Че тебе мя-мя? Что ты хочешь сказать, моя дорогая? Не помню. Не помню, что ты хочешь сказать. Ты не мне говори, ты вон этому рыбаку говори, что он пришел рыбку ловить. Я не рыбку ловлю. Я просто так тут. Оп. Ну, и, короче, этот мост единственный переход нормальный. Но в Европу. Из России в Европу. Из России в Европу. Мост, на котором стоят там и там и туда, чтобы попасть. И туда. Очереди. А все почему? Что ты моя такая дорогая, крикливая? А все почему? Потому что с 1 мая финская граница ограничила работу свою. То есть граница стала, переход стал возможным только с 7 до 23 вечера. А в чем фишка-то? Я думаю, что в это время только можно переходить. Ну, а машины-то вообще давно закрыли. И вот получается в этот дневной поток все автобусы, которые распределялись и по ночам. Вот, это у них такая типа туся. Ну, вот он позакидывал. Что-то мне не клюет. Он сейчас уйдет. Ну, и, короче говоря, в чем фишка? Все автобусы большие, рейсовые. Они сконцентрировались в промежутке, ну, не в 24 часа, а вот в эти вот, там сколько получается. Ну, в общем, в этот промежуток времени, который открыта граница. Дневной и вечерний. Утро, день, вечер. Поэтому получается большой поток людей. Она меня слушает, наверное. Поэтому получаются очереди. И очереди получаются иногда по 4 часа. Иногда вот этот весь мост, весь мост, прошу прощения за руку, он полностью заполнен людьми. А там ведь еще дальше по России такой длинный зеленый переход, крытый, как парник. И он очень, я вам скажу, душненький сейчас, жарко. Да-да, ну что, где рыбки? Нету рыбки? На твою рыбку я тут позарилась. Да у меня тут ягоды есть. Вот я ягоды ем. Ягоды. Масика или что это? Черника, короче. Голубика. Ну и, в общем-то, страшное дело. Но у меня видео есть, как я подошла сегодня. Очередь большая. С утра в 5 утра занимают народ. И вот очередь, да, такая большая, значит, сформировалась перед еще не открывшейся границей. В 6.30 вот я пришла. И за 10 минут эта очередь длиннющая увеличилась в 4 раза. Стала такая толстая-толстая, длинная. Но впереди, перед входом. А за мной мало. То есть там люди встают, занимают места. Кто-то им. И вот ребята такие с кошелками всякими этими, как их, тележками. Вот ходоки, которые ходоки ходят. Они все друг друга позанимали. И все туда кучей толпятся. Ну, то есть это невозможно. Это не то, что там какие-то папочки, мужья занимают для того, чтобы потом подбежали бедняжки-дети, жены с колясками. Нет, не жены с колясками потом набиваются. Впереди очереди. А набиваются такие мужички с тележками. Ходоки, которые носят товары. Из России в Эстонию. Из Эстонии в Россию за денежку небольшую. Ну, это какие актуалии современной жизни Нарвской. Рабочих мест как бы маловато, наверное. Ну, как мне сказала сама девочка, которая ходит все время туда-сюда. Она говорит, а работы нету. Работы нету. Я хожу, ношу. Вот. Ой, красиво. Это чайка, но какая-то беспокойная. Красиво летает. Ты моя золотая. Молодец. Смотри на меня тут. Не напади. Ой, как красиво я не могу. Меня облетело. Ничего себе. Какая нагленькая. Вон там люди загорают. Классно. Сейчас я их сниму. Он что-то узнает своих мужей. Где мужья? Вот загорают. Все в Нарве. А это Ива прекрасная. Ива. В общем, создали бы, как сейчас вот в аэропортах, такой как бы лабиринт из поручней, тогда бы было бы хорошо. Вот. Но это такая толпа была утром. Надо идти днем. Я просто думала, сейчас я за полчаса приду, пробегу за 20 минут границу. И все. Оказывается, нет. Надо в определенные часы смотреть, когда автобусы ходят все эти. И подбирать время. Вот один раз в начале недели вот эта девочка. Она прошла за 20 минут, Нарва. Туда и обратно. О! А чайки-то сюда немножко подобрались, переместились. Они ищут рыбку. И хотят в ней разбираться, чья она эстонская рыбка или российская. Тут-то у нас граница проходит между Россией и Евросоюзом. Вот перед нами прям четко граница. И вот здесь по реке Нарове. Вот так вот. А другой там переезд, переход, там, где можно автомобильный переход делать, он в районе Пскова. Там по 15 часов стоят машины. В общем, вот так. Парусинка, там дальше переход, Парусинка, он давно закрыт на ремонт тоже. Пешеходный там только был. А сейчас этот теперь только пешеходный. Вот. Ну, сначала вообще-то Россия закрыла транспортное сообщение. Как бы перекрыли. Но, видимо, в ответ, как бы уже потом, через некоторое время, Эстония закрыла ночную работу по гранд пункту. Ну, вот так вот. Но это не меняет удивительной красоты реки Наровы и города Нарвы и Ивангородской крепости. Это ничего их величественной красоты не умаляет. Так, привет, дорогая. Прилетела? Ладно, спасибо за просмотр. Вам вот эту красоту дарю. Вот этот ход течения реки удивительный. Вот это быстрое течение вам дарю. Чаечка прекрасная летает. Хорошего всем настроения. Хорошего вечера. Или времени суток, дня. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк, если не жалко. Если жалко, дизлайк. Шучу. Дизлайк, наверное, не надо. Вот. И у меня много еще контента. Много разных городов, в которых я недавно побывала. Сейчас в Таллин поеду. Напишите, интересно вам про Таллин что-нибудь поснимать. Про Таллин. Таллин. Я поеду на поезде, на электричке. На самой ранней. Вот. Потому что электричка идет до Таллина 2 часа. Там, ну, 2.15. А на машине по-любому 3,5 часа ехать. Любой водитель едет 3,5 часа. На автобусе тоже еще дольше, по-моему. Потому что он аккуратнее едет автобус. Так что самое лучшее это на поезде. Ты сидишь в комфорте, кондиционер, туалет. Все есть. Стоит это, на сайте покупаешь билетик. Стоит это 12 евро. Вот. Так что такие дела. Ну, все обнимаю. По-французски безу-бизу. Это целую. Вот такую красоту вам дарю. Да, удивительная красота.